Меня зовут Бхакти Веданта Садва Махарадж или просто Махарадж. Я знаю, что здесь друзья Кришны Шарана Прагу и все люди, которые знают о практике Бхакти, практике предного служения. Скажите, кто вообще ничего не знает о том, что здесь, руку вверх, вообще ничего? Кто еще? Как вас зовут? Я. Очень приятно. Можете называть Махарадж. Хорошо, для начала мы пропоем вводные мантры, которые погрузят нас в атмосферу трансцендентного мира. Вот сегодня у нас был небольшой форс-мажор по времени, но сейчас мы все на верстали. Кстати, вот и он, духовный мир. То, что мы видим на верхней сфере, это духовный мир. Здесь, внизу, схема материального мира. Темой была объявлена структура и законы материального мира, но на самом деле я хотел бы рассказать о трансцендентном мире тоже. Хорошо, раздай, пожалуйста, песенники. Всем раздал? Очень. Очень. Да, страница, страница девять. Страница девять. Мы вместе пропоем эти манстры. Еще одну книжку. Еще одну книжку. Все книжки. Все книжки. Тогда поделитесь, пожалуйста, вы можете присесть рядом друг с другом и поделиться. Мы с тобой будем, а я и свою. А хорошо. Готовы? Три, четыре. Девятое. Субтитры создавал DimaTorzok Архи Кришна, Архи Кришна, Архи Кришна, Архи Кришна, Архи Рамма, Архи Рамма, Архи Рамма. Архи Рамма. Да, но все знают Хари Кришна маха мантру. Спасибо, что вы пели с нами сегодня. Это не последняя песня, которую мы пели. точнее, это не просто песни, это ряд мантр, которые прославляют ученическую преемственность и прославляют многие реалии духовного мира, о которых мы сегодня будем говорить. Итак, мы начнем. Прежде чем мы начнем, еще несколько мантр. Продолжение следует... Прежде всего, я предлагаю бесчисленные Дандавата Пранамы, бесчисленные поклоны моему духовному учителю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что назвать это вводным вряд ли можно, потому что это все равно продолжение вашего пути. В прошлом году у нас во Вриндаване, я вообще в основном живу во Вриндаване в Индии, в святом месте, появилась одна группа с Украины, из Днепра. Не то пять, не то семь молодых людей, юнош и девушек, и они приехали с одной целью. Мы хотим изучать ведическую культуру. Приехали изучать. Причем у них настолько были, так сказать, инсталированы все необходимые драйверы, уже, или как говорят специалисты, драйвера, что с ними было безумно интересно. У них был такой интерес в глазах. У них не вызывало сомнений то, что наши корни это веды на самом деле. И они уже слышали о том, что веды это корень всех мировых религий, всех духовных традиций. Поэтому здесь особо не нужно делать каких-то вводных лекций и так далее, как это мы делаем порой в других странах, таких как Турция, к примеру, да, где у людей с вегетарианством довольно туго. Почти все вы уже вегетарианцы, правильно? Кто еще не вегетарианец, руку вверх. Ну вот, видите, все не больше пяти процентов от аудитории. Я на пути. Да, да, да. Я по словам услугу. Да, да, да. Тем не менее, на пути. Вот, поэтому сегодня мы поговорим, во-первых, о священном дне Акадыше, который сегодня. И расскажем о его славе, будем вас соблюдать, Акадыше. И расскажем о том, что нарисовано здесь, как мы уже говорили. И расскажем о потрясающем путешествии души, которое проходит с нами прямо сейчас. Я думаю, вы все спиритуалисты, вы знаете, что мы не эти материальные тела, будь то грубые или тонкие. Вот, ну а мы духовные души, что же такое, что же такое духовные души и все остальное мы поговорим сегодня. С чего же мне начать? Хорошо, давайте начнем с самого простого, с того, что нас окружает. Итак, перед нами схема ведической космологии. Надеюсь, мой ассистент ее хорошо пролепил, правильно? Проверил все углы. Поднажми-ка еще немножко, так, для страховки. Хорошо? Смотри. Мой ассистент говорит, что он привез мою длинную указку, но я ее в глаза не видел еще, поэтому вот моя волшебная палочка сегодня, которая пригодится для того, чтобы водить по карте духовных и материальных миров. Итак, перед тем, как мы куда-то собрались, у нас есть карта, или у нас есть, как это сейчас называется, GPS. Вот, но в нашем понимании, как один мой старший духовный брат пошутил, GPS – это Гуру Парампара Систем. Система Гуру Парампары. Это означает система духовных учителей. Это не просто люди, это не просто даже великие мудрецы, это самореализованные личности, осознавшие себя, которые не просто знают дорогу в духовный мир, но которые утверждены в осознании духовного мира. Вот, поэтому мы с собой берем вот эту карту, которая на доступном нам языке, языке глаз, рассказывает, откуда мы идем и куда. Да, я думаю, в начале каждого пути, будь то географический путь или духовный путь, мы задаем эти четыре вопроса. Сейчас мы озвучим эти вопросы. Во-первых, кто я такой? Во-вторых, почему я страдаю в этом мире? Это вопрос разумного человека. Я думаю, все вы, особенно в данной части мира, хорошо знаете, что такое страдание на всех уровнях. Вот, будь то в последнее время политически, экономически и все прочее. И третий вопрос. Какова цель? И четвертый вопрос. Соответственно, поняв, какова цель, мы говорим, задаем вопрос и находим ответ о том, каков путь. Итак, четыре вопроса, вы услышали. Кто я? Почему я страдаю? Какова цель? Каков путь? Задав эти четыре вопроса очень серьезно, положив руку на сердце, можно начать духовный путь. Так вот, мы все, мы уже выяснили, не являемся этими телами, не являемся ни грубыми, ни тонкими телами, мы являемся духовными душами и находимся сейчас в материальном мире. Как спел один такой известный человек, афишу которого я видел по дороге сюда, по имени Стинг. We are spirits in the material world. Мы, духи или духовные души в материальном мире. Не иначе певец был знаком с книгами Шилы Бхактивиданта с вами Прохупат. В те времена, в 80-е годы, и тогда он написал эту песню. Ну и, конечно, вам известный, очень известный музыкант и поэт Бхакта, преданный Кришной Джордж Харрисон. Он спел тоже песню, которая называется Living in the material world, жизнь в материальном мире. Вот, то есть, я упомянул пару имен известных людей, но все очень известные философы, моралисты и психологи, мистики задавались этим вопросом, этими вопросами. Кто я? Почему я страдаю? Каковы цели? Каков путь? И, найдя для себя ответы на эти вопросы, очень радостно делились с миром своими откровениями, своими реализациями, осознанием. Так вот, мы, духовные души, это постулат, который известен нам. Может быть, вы слышали имя Шри Чайтания, Махапрабху, слышали очень хорошо. Так вот, когда один из наиболее близких слуг и спутников Шри Чайтания по имени Рупа Госвами, кстати, во Вриндаване мы живем в храме Йога Майи, в общем-то, в нескольких стах метров от Самадхи, то есть, тусыпальницы, как говорят по-христиански, от Самадхи Шри Рупа Госвами, когда Шри Чайтания начал объяснять ему природу души, он, сославшись на ведические писания, сказал, что душа по размеру представляет собой одну десятитысячную часть кончика волоса. Если волос взять, разделить его на сто частей, и каждую из частиц, образовавшихся при этом, разделить еще на сто частей, то получится одна десятитысячная часть. Представьте себе волосы, его кончик, даже у человека с довольно толстыми волосами, это очень-очень маленькая величина, а подели ее еще на десять тысяч. Вот это размер индивидуальной души. Душа в ведах называется Чит Канно. Чит означает сознание, Канно означает частица. То есть, частица сознания, в христианстве вы знаете, искра Божия внутри нас. Это означает, что мы, по сути, являемся искрой, как говорится в ведах, отлетевшей от пламени. Вы знаете, все, наверное, жгли костры. Кое-кто из вас еще, наверное, в пионерских лагерях или на дачах. Вы видели, когда вечером жгут, когда темно, жгут костер, отлетают искры. Если пошевелить поленья, сколько искр отлетает. Вот это мы, это дживы. Ну, вы знаете, что индоевропейские языки имеют общие корни, поэтому живое русское слово имеет прототип в санскрите, изначальном языке вед, джива. Джива или, ну, в русском джива произношение. То есть, живая душа. Так вот, это положение, наше положение джива. Так как этот материальный мир населяет бесчисленное количество джив. Если спросить, сколько джив здесь, то ответ таков, что их бесчисленное количество, их неисчислимое количество. Просто. Вы можете спросить, сколько песчинок на одном пляже, и этот вопрос уже не имеет ответа. Просто безумная астрономическая величина. Вот, поэтому дживы или живые души, согласно ведам, заполоняют весь этот материальный мир, и посему этот материальный мир является каким? Живым. Потому что дживы являются собой жизнь. Поэтому, так как мы, когда-то, вот это Маха Вишну, да, это экспансия Господа Кришны, четырехрукая, вот не обращайте внимания на количество рук, это не просто индийские боги, это трансцендентные личности, которые являются собой экспансией Верховного Господа. Так вот, когда Маха Вишну, или Верховный Господь, который несет прямую ответственность за творение этого материального мира, бросил взгляд на совокупность материальных элементов, который еще не вошел в движение, которая, простите, еще не вошла в движение, из его взгляда массово изошли мы дживы. Вот как оно было. Вот он бросает взгляд, вы видите, вот эти лучи, исходящие из его трансцендентных глаз, трансцендентных, значит, запретельных, вот он бросает взгляд на материальный мир, и из этого взгляда вырываемся в массовом количестве мы с вами. Это произошло не в первый раз, не в последние утворения, есть свои периоды, свои циклы. Это то начинается, то сворачивается, опять начинается, опять сворачивается. Вы видите, вот эти шарики здесь, это Вселенная. Одна из них наша. В Вселенных огромное количество, но оно все же исчисляемое, я забыл сколько, не скажу, у меня плохой математик, но оно исчисляется триллионами. Существует триллионы Вселенных. Причем наша самая маленькая, самая маленькая. Поэтому у покровительствующего божества данной Вселенной, Господа Брахма, пожалуйста, не смейтесь, всего лишь четыре головы. Всего лишь четыре головы. То есть, это тоже трансцендентные личности. У нас есть руки и ноги, у них есть тоже руки и ноги, но это трансцендентные образы. Вы знаете, что касается образа Господа, когда мы сталкиваемся с индийской мыслью, которая, ну, так или нет, звучит из уст тех, кто связан с индийской культурой, чаще всего мы слышим, что у Господа нет образа, у Него нет качеств, у Него нет энергии. Вот, это адвайта или философия шанкара. Мы не разделяем этих взглядов. Как вчера мы говорили вечером с Кришна Шараном, довольно долго за столом, после программы может проходить чуть ближе. Мы отмечали, что на самом деле это означает то, что у Него нет вот этих категорий, этих качеств, то, что у Него нет материальных категорий, то есть, у Него нет материальных рук и ног, у Него нет материальных глаз, у Него нет материальных органов, чувств, как у нас. Всего этого у Него нет. Но это означает, что у него есть трансцендентные руки, ноги, трансцендентные глаза, трансцендентные чувства. Трансцендентные. Вот в этом разница. Что мы сейчас в наших материальных телах, грубых или тонких, не являемся трансцендентными. Мы являемся, то есть эти тела являются бренными. Грубая или тонкая. Грубая, вы знаете, много кладбищ, кругом можно посмотреть, что бывает с грубыми телами. В Индии их сжигают, еще где-то, какие-то еще есть традиции. Но тонкие тела переносят нас в следующие грубые тела, согласно нашей карме. И когда цикл очередного творения завершается, эти тела, тонкие, также входят в непроярное состояние. Так мы при полном уничтожении материальных вселенных входим в тело Махавишну обратно. При этом грубые, тонкие тела входят в непроярное состояние. Это как бы, грубо можно сравнить, литургический сон, что-то такое, глубокий сон. Мы ничего не помним. Даже родившись, мы уже ничего не помним. Этот мир называется юдолью скорби, миром страдания. Пожалуйста, не впадайте в пессимизм. Эта лекция очень оптимистическая, очень оптимистическая. Просто так как было заявлено, что структура материального мира. Я начну с этого. На самом деле, я буду говорить о духовном мире тоже, обо всем, что нарисовано на этом схеме. Мы будем говорить детально. Так вот, когда мы рождаемся, мы тоже ничего не помним. Говорится, что рождение и смерть – это два очень критических периода в жизни дживы в этом мире. Когда происходит рождение, плод, который был в чреве матери, выпирает вперед потоками праны, энергии материнского чрева. И новорожденного выдавливает вперед головой. При этом он чувствует огромную боль и страх. Поэтому дети кричат. Они кричат от страха. А в очреве, в величайшем писании Вет, Шримад Багаватам описывает инкарнация Господа. Капила, он описывает, что чувствует ребенок в очреве матери, что чувствует эмбрион. Во-первых, его очень жгут эти соки материнского чрева. Он способен вспомнить порядка ста, по-моему, прошлых жизней. И поняв свое положение, что он сейчас находится между рождениями, он сложив ручонки, видите ли эти фотографии из чрева? Он сложил ручонки вот так вот в молитве. Он молится. О, пожалуйста, вызвали меня отсюда. Я обещаю тебе, когда я выйду на поверхность, я буду служить тебе. Но этот мир, материальный мир, здесь правит Майя. Значит, иллюзия. Ма-я. Слово из двух частей. Ма-я. Значит, нет. Не. Я-я. Значит, это. Не это. Майя. Вот. Поэтому Майя, которая в индийской традиции изображается вот так. Вот видите, это дурга, верхом на льве, с оружием, разными видами оружия в руках. Она правит этим миром. Этим миром двойственности и иллюзии. Вот. Поэтому ребенок, выпираемый потоками материнского воздуха прочь из чрева, на воздух, на свободу, так сказать. Вот. Попадает в мир двойственности и обо всем забывает. Просто. То есть рождение очень большой шок. Смерть очень большой шок. Говорится, при смерти человека бросают то в жар, то в холод. Все его структуры, называемые дошами, да, капа питавая, то есть слизь, желчь и воздух, все перемешиваются. Аюрведу, я думаю, многие проходили, тем более те, кто связаны с этим центром раса. Вот. Поэтому у человека наступает клокотание в горле. Он извергает звуки гора, гора. И его бросает то в жар, то в холод. Но об этом особая речь. Мы еще будем говорить о Ямарадже, боге смерти. Когда будем говорить об Акадыше, мы вам расскажем, что бывает во время смерти и после смерти. Напомните, если я вдруг забуду. Так вот, рождение смерти, я хотел сказать, два очень шокирующих эпизода. И они постоянно происходят. Можно это сравнить с ранним утром и поздним вечером. Рано утром мы просыпаемся. Дай бог, если у нас хорошая привычка вставать рано. И мы ложимся рано. При этом нас не ломит. Есть люди, которые в силу конституции просыпаются очень медленно, допустим. И, как это говорится, подняли, но не разбудили. Такие варианты бывают. Пока он не пойдет в ванную, не умоется, он вообще ничего не соображает. И когда человек очень устал вечером тоже, он уже ничего не соображает, уже не хватает даже сил ничего читать и даже не может посмотреть новости. Спокойно нужно спать. Все, что нужно делать. Вот так же рождение и смерть. Очень-очень критические периоды. Ничего не понимаешь. Все, что было раньше, забываешь. Впрочем, Господь дально милостью дает нам забыть то, что было раньше. Потому что, представляете, если бы мы все это помнили. Некоторые люди, конечно, помнят. Но столько всего помнить, Боже мой. Нам и так иногда неприятно вспоминать о том, что с нами было раньше в этой жизни. Что и говорить о том, что было раньше. Кто кому чего должен, кто за что получил, кто кого обманул. О, Боже мой. Сколько разных неприятных воспоминаний. Поэтому Господь милостью, на самом деле, устраняет все эти воспоминания о прошлом. Поэтому настоящий йог, он всегда смотрит вперед. В этом нет сомнения. Поэтому наша сегодняшняя тема с вами научиться смотреть вперед. Очень-очень радостно, на самом деле. Что бы ни происходило с нами на поверхности. То, что происходит с нами на поверхности, это временно. А то и касается... Харьи Кришна, заходите. Пожалуйста, можете проходить чуть-чуть вперед. А у меня просьба, может быть, у всех могли бы чуть-чуть вперед подвинуться. Потому что еще гости будут подходить. Метрик вперед сделайте, пожалуйста. Буквально. Вот там, на говерке освободите места. Можно вас попросить? Спасибо. Стена у них. Нет, те, кто не у стены сидят, можете сесть у столба. Ну, тогда я чуть вперед. Хорошо. Значит, мы остановились на структуре этого материального мира. И на описание того, что здесь происходит. Так вот, живя в этом материальном мире, мы остановились на том, что мы покрыты мая. Так вот, когда ребенок выходит из материнского чрева, особенно младенец, говорится, что около трех первых лет он не может себя полностью сопоставить с той ситуацией, которую окружает. Кто эти люди? Он начинает плакать, порой без причин. Просто он не узнает. Он ищет своих старых родственников, и он их просто не узнает. Вы слышали об этих воспоминаниях, прошлых опытов, прошлых жизней и так далее. Как девочка вспоминала, тот самый дом, в котором она раньше была, оказывается, она родилась в том же доме уже. И кое-какие из ее прошлых родственников еще живы и так далее, и так далее. Или вдруг она находит свой прошлый дом и так далее, и так далее. Что я хочу сказать. В этом мире, те, кто записывает, можете отметить, есть пять факторов, которые влияют на все происходящее самым непосредственным образом. Эти пять факторов описываются в ведических писаниях, основополагающих таких, как Бхагавад-гита, допустим. Все слышали о Бхагавад-гите, конечно. Я уверен, Божественная песня. Бхагавад значит Бхагавад, значит Бхагавад, значит Песня. Так вот эти пять факторов, первый фактор он полностью трансцендентен, то есть он является собой Верховную Божественную Личность, на санскрите называется Ишвара, можете отметить Ишвара, Верховный Господь. Второй фактор тоже трансцендентный, это мы с вами уже назвали его, это джива или живая душа. Не только мы с вами, существует восемь миллионов четыреста тысяч видов жизни, очень много, из них четыреста тысяч относятся к человеческому уровню. Ишвара джива, здорово, спасибо вам за сопровождение и еще три фактора, которые уже свойственно чисто материальному миру. Помнишь, какие? Пракрити, материальная природа, запишите, Пракрити, Ишвара джива. Значит, первый фактор, сейчас хорошо. Первый фактор это Ишвара, Верховный Господь, джива, живая душа. Я не боюсь говорить вам термины, я знаю, что вы очень праведический народ. Затем Пракрити, материальная природа, Кала, время, Кала и Карма. Карма, все знают это слово, Кала – это время, и Карма означает деятельность. Карма. Мы знаем народное пословице наподобие «что посеешь, то и пожнешь». Каждый шаг оставляет след. Поэтому нет такого поступка в мире кармы, то есть в материальном мире, за который мы не отчитывали бы. Если это хороший поступок, значит хорошая инвестиция, мы получаем хорошее тело, мы получаем хорошее образование, воспитание, перспективы развития материального. В то же время карма – это сдавливающий фактор. Он лишает душу, которая трансцендентна по своей форме, по своей функции, полон подлинного развития. То есть это препятствие по сути. Мы считаем своим долгом сказать это, и мы очень горды, что мы говорим о том, потому что мы представляем процесс, который называется Бхакти-йога. Бхакти означает преданное служение, чистое преданное служение, сокращенно ЧПС. То есть всецелое вручение себя Богу – Ишваре. Поэтому вот смотрите, давайте вернемся к этой пентаграмме, этому сочетанию пяти факторов – Ишвара, Джива, Пракрити, Кала и Карма. Так вот, карма является ведущим фактором, пока мы здесь живем. Джива или живая душа. Она может быть двух родов. Первый вид Дживы, можете записать. Первый вид Дживы называется обусловленное. Живое существо. Джива, в принципе, по-русски – живое существо. Обусловленное. Что значит обусловленное? Значит, обусловленное Пракрити или материальной природой. Пракрити или материальная природа проявляется трояком. Как сочетание трех модусов. Записывайте. Я не боюсь давать вам термины. Вы ученый про ведический народ. Это очень важная наука. Если вы не читали, то, я знаю, половина читала. Книги с вами Пракупады и других ачарик, духовных учителей. Если нет, это очень важно, это очень отчетно. То есть потом мы будем говорить больше. В конце этой лекции будет так нескучно, что вы просто не сможете закрыть глаза. Мы будем обсуждать такие вещи, они такие сладкие. Мы обсуждали их вчера весь вечер здесь. Вы знаете, я прилетел из Вриндавана, собственно, из Святой Обители. Буквально три дня назад я там был. И улетаю после Украины тоже во Вриндаван. Вот такой вот тур очень интересный. Между Вриндаваном и Вриндаваном. Вот. Так вот, джива или живое существо будет двух родов. Первый – обусловленный. И второе – освобожденное душо. Освобожденное душо. Вот. Ну, дальше расклад очень простой. Где моя волшебная палочка? Вот. Вот здесь в материальном мире живут обусловленные души. А вот здесь в духовном мире, верхняя сфера – это духовный мир, живут освобожденные души. Почему же они освобожденные? Потому что в этом духовном мире нет трех факторов из пяти, которые мы перечислили. В духовном мире есть только Ишвара, Верховный Господь и джива – душа, которые вечно служат Ему в блаженстве и знании. В духовном мире атмосфера состоит из этих трех. Ишвара – то есть, простите, вечность, блаженство и знание. На санскрите это называется сад, чит, ананда – вечность, блаженство и знание. Пусть и добрые мобильные телефоны отключите, если можно, если не отключите. Спасибо. Вот. Так в духовном мире поэтому нет, то есть, там только Ишвара и джива, и там нет трех категорий, которые мы перечислили в самом начале. То есть, там нет материальной природы, там нет времени и нет кармы. То есть, нет деятельности, которая порабощает нас, принося кармические результаты. Вы можете спросить, как это нет времени? А как же там живут живые существа, если нет времени? Я вас обрадую еще больше. Не только времени нет, но и пространство тоже. То есть, все, что там есть – это вечное, настоящее, в безграничном пространстве. Когда каждый момент этого вечного сейчас, ты можешь получить безграничное количество, неограничное количество чего-либо. Например, описывается, что в духовном мире на высшей планете, которая называется Галлока Вриндавана, растут деревья, которые могут приносить самые разные виды плодов. Сейчас мы были у Кришти Сара на праву дома. Я вспомнил песни моего детства «Расцветали яблони и груши». То есть, они уже плодоносят. И очень просто – направо яблоня, налево груша. Там нет других плодов. В духовном мире самые разнообразные плоды могут приносить самые разнообразные деревья, могут приносить самые разнообразные плоды в любое время года. То есть, там нет этого ограничения. Но вот этих трех факторов, которые мы упомянули раньше, там нет. Там нет пракрити, нет материальной энергии, нет калы, нет времени и нет кармы. Вот это очень-очень важно понять. Поэтому там существует полная свобода. В этом материальном мире люди выходят на улицы с флагами и кричат – мы хотим свободы. Но даже начинающий трансценденталист, он скажет – постойте, о какой свободе вы говорите в этом мире? В этом материальном мире нет свободы. Невозможно быть свободным здесь. Почему? Потому что существуют эти три фактора из пяти, которые постоянно давят на нас. Именно. Вы помните какие? Может быть, вы мне уже подскажете какие? Пракрити, кала и карма. То есть, материальная энергия, время и закон причин и следствий. Ты никуда не уйдешь от них. Здесь. Пока ты здесь, ты должен им быть под отчетом, должен от них зависеть. Вот. Но мир свободы и независимости – это духовный мир. Вот к чему мы идем. К свободе и независимости. Причем, свободы не может быть вне самого первого фактора. Который какой? Ишвара. От Верховного Господа. То есть, когда ты с Верховным Господом, с Ишварой, будучи дживой, ты становишься какой дживой? Второй из двух категорий – освобожденной. До тех пор, пока ты как джива, то есть, житель материального мира, джива, живущий в материальном мире, связан с этими тремя факторами, какими? Пракрити, кала и карма – ты в зависимом состоянии. Ты не можешь отсюда никак выбраться. Чуть что? Материальная энергия тут как тут. Материальные результаты твоих прошлых поступков тут как тут. И время тут как тут. Вы знаете, в Ведах время называется как? Олицетворенная смерть. Время – олицетворенная смерть. Поэтому великий философ, какой-нибудь мудрец, видя новорожденного, думает – он уже начал умирать. Это действительно так. Поэтому помните этих философов, которые носили с собой черепа и даже особая категория тантриков есть в Индии, которые носят такой череп и так далее. Поэтому мементо море и все эти вещи. Но мы не настолько пессимисты. Мы просто знаем, что это есть. И мы не смотрим в ту сторону. Мы смотрим в сторону первых двух факторов – ишвара и освобожденных джив. Так вот, мы поговорим немножечко, пожалуй, теперь о джива-татве. Перед тем, как мы перейдем к Акадыше и все эти интересные вещи. В конце вас ждет, как мы уже сказали, замечательный сюрприз. Так вот, джива или живое существо. Есть три вида. Перед тем, как поговорить о дживах, мы поговорим об обителях духовного мира. Вот здесь вы видите Галлока Бриндавану – это планета, где Кришна, Верховный Господь, Его вечные спутники пребывают. Вот здесь вы видите Айотхио, там где Господь Рама, знаете, Рама, Лакшман, Шатругна, Хануман, Сита – все эти спутники вечно пребывают. Вот здесь вы видите огромное многообразие планет, называемых Вай и Кунтха. Вай – значит бес, и Кунтха – значит страдание. Страданий там нет. Вот это золотой трон, на котором выседает Господь Нарайана и Его супруга Лакшми или Богиня Процветания. Здесь вы видите Господа Шиву и Его супруга Парвате в их вечной обители Кайлажа. И здесь вы видите Брахмаджиоти или сияние Брахмана или безличного аспекта Верховного Господа. Если ухронный Господь сравнивается в ведах с солнцем, лучи, которые исходят из него – это Брахмаджиоти или сияние Брахмана. Это его безличный аспект. Великие йоги, великие джнани или гьяни, те, кто хотят познать безличный абсолют, буддисты, они идут туда. Вот здесь их безличное предназначение. Но, к великому сожалению для них и к счастью для нас, которые хотят быть преданными Господом, невозможно прекратить существование души. Душа никогда не может прекратить свое существование и раствориться в этом сиянии. Она не может, потому что она – личность, поэтому мы – личности. И так как мы – личности, мы должны завязать взаимоотношения с Ишфарой или с Верховным Господом, основанные на спонтанной любви, которая именуется в ведах расой. Вот как называется этот центр, недаром. Поэтому этот термин запомните, запишите. Раса означает экстатические взаимоотношения с Ишфарой или с Господом. – Это высшее значение этого слова. – Да. – Потом его пятьдесят есть. – Да, очень много. Раса означает вкус. Раса, Шилы Бхакти Сиданта Сарасвати Прабхупат перевел, вот он его портрет, он перевел его как «мелоу». «Мелоу» означает глубокий, насыщенный вкус. В русском нет такого слова, но в английском есть «мелоу». То есть глубокий, насыщенный вкус. Каждая из рас, каждая из видов взаимоотношений с Господом уникальна. У каждой живой души. Существует потенциал, который есть в нашем сердце. Есть один стих в одном из ведических писаний, который мы порой цитировали. Это означает Кришна прямо и любовь к Господу уже живет в нашем сердце. Не то чтобы она проявлялась, не то чтобы она как бы рождалась в процессе духовной практики. Нет, в процессе духовной практики мы просто очищаем за грязненное зеркало ума. Вы помните, все домохозяйки знают эту классическую смесь жира и пыли. Когда зеркало покрыто очень толстым слоем. И когда мы очищаем этот слой медленно, но верно, происходит просто раскрытие нас самих. Поэтому изумительно то в этом процессе Бхакти, что мы просто открываем сами себя. На самом деле кто мы? Поэтому так происходит ответ на этот первый вопрос из четырех, которые мы задали в самом начале. Это вопрос того, кто приступает к ведическому пути. Так вот мы возвращаемся к вопросу о дживах. Дживы исходят из трех источников. Первый – это трансцендентная Галлока Приндавана, высшее проявление духовного мира. Из первой экспансии Кришны по имени Баларам. Вторая экспансия Баларамы здесь. Это планета Вайкунхи. Здесь он известен как Маха Санкаршана. И эти дживы, эти живые существа, которые вечно пребывают в духовном мире, не имеют ни малейшего понятия о том, что мы живем здесь и страдаем. Так вот третий вид джив или живых существ исходит из взгляда Маха Вишну. Вот здесь вот Маха Вишну, он бросает взгляд на материальную природу. И так материальная природа приходит в действие, оплодотворяемое нами, дживами или живыми существами, которым предстоит стать обусловленными. В самом начале у нас есть выбор. Говорится, что мы, подобное горчичным семенам, бросаемым на левую ножа. Одна часть горчичных семян перебрасывается на одну сторону ножа, вторая на другую. Но известно, что подавляющее большинство джив при этом привлекается материальной энергией, которая сияет очень ярко, как пламя, и поэтому притягивает всех возможных мотыльков. А мы очень мотылькоподобные живые существа. Так же, как ребенку показывают что-то, например, погремушку, сразу он своими ручонками пытается взять, привлеченные, в общем, ярко сияет. И мы отправляемся туда, притягиваемые, как магнитом. В результате что? Майя тут же покрывает нас. Поэтому вспомним маленького ребенка, о котором мы говорили, младенца. Потом он чуть-чуть растает. И его учат, как жить в мире двойственности. Ему говорят, ты мальчик или ты девочка? Ему говорят, ты красивый. Хотя он не очень может быть красивый, ему все равно, да, ты красивее, чем сосед. Еще одна двойственность. Потом у него раскрываются какие-то таланты. Ах, ты умеешь так красиво рисовать, так умеешь красиво что-то лепить или клеить, и так далее. Ах, ты такой хороший, а вот он плохой, ты лучше его, и так далее. Поэтому ему начинают объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Ему начинают говорить различные приоритеты и так далее, и так далее. И он видит мир двойственности. Поэтому он забывает напрочь. И ведет себя двойственностью. Да, это тоже. Он полностью забывает о том, о чем он молился во чреве. Я буду служить тебе. Наш процесс бхакти или преданное служение очень простой. Ты просто бескорыстно служишь Господу. Все. Бескорыстно. Ничего не хочешь. Аня абиласито шиньям гьяна карма дьянавритам анукулияна кришнам ашиланам бхакти руттама. Шива Рупа Госвами сказал. Вот это непрерывный поток служения Верховному Господу, который беспримесен, то есть он лишен различных примесей. Кармы, гьяны, йоги, различных процессов. И который непрерывен подобно потоку меда из перевернутой банки. Это поток деятельности тела, речи и ума направленных исключительно на счастье Кришны. Сейчас мы в поте лица своего трудимся ради того, чтобы удовлетворить самих себя. Но акценты расставлены неправильно. Мы думаем, что мы эти материальные тела. Грубые, тонкие. И распространение этих тел. Семья, общество, нация. Некоторые люди филантропы. У них душа болит за все человечество. Даже за весь космос. Но все равно есть лимит. Почему? Потому что космос, он вот граница. Видите, здесь черный цвет. Вот это материальный космос. Ты не можешь уйти дальше материального космоса в мире кармы. Невозможно. Как можно быть свободным в тюрьме? Понимаете? Это как анекдот. Пошел в тюрьме на манифестацию за свободу. Невозможно. Или ты просто решил, вот сейчас я буду свободным. Конечно, ты можешь по своей камере ходить слева направо. Или с другой стороны слева направо. Ты можешь подойти к окошку, если оно есть. Ты еще удачлив, если оно есть. Ты можешь подойти в один угол, может в другой угол. Можешь почитать книгу, можешь не почитать книгу. Все. Что тебе позволено. Вот и вся наша свобода так называемая. Понимаете? Поэтому нужно понять, что карма определяет все здесь. Ты скован по рукам и ногам. И все, что ты можешь создавать, ты можешь создавать новую карму. Вот и все. Это все, что делается в материальном мире. Вот. Если вы немного читали Бхагавад-гиту, или даже если нет, я хотел бы напомнить просто несколько основных моментов, о чем говорит эта книга, которая является энциклопедией, скажем так, краткой, очень насыщенной энциклопедией всех вет. Там говорится о четырех процессах по сути. Мы говорили о карме, да? А есть карма йога. Йога означает единение. Слово английское – join, означает единяться. Русское слово – единение, тоже йога. Тот же корень. Вот. Я из Литвы сам. Литовское слово – юнгтис. То же самое. То есть во всех индоевропейских языках это один корень. Вот. Поэтому единение через деятельность. Бхагавад-гита исследует различные способы, как можно быть единым с Богом. То есть вместе с Ним. Через деятельность. Хорошо. Мы работаем. Мы производим что-то. Или мы что-то делаем, допустим, для своей общины или семьи. А как это соединить с Богом? Хорошо. Берешь продукты своей деятельности, вручаешь их Кришне. Любовки проживи. Вот. Это называется карма йога. То есть йога через деятельность. Затем вторая часть. Джинана или знание. Трансцендентное знание. Тот, кто был в мире кармы очень-очень долго, может сказать нет. Это не верховная истина. А что же такое верховная истина? Такой человек начинает смотреть чуть-чуть выше и видит вот это в своей медитации. Белый свет. Он говорит о, вот это брахман. Брахман это абсолютная истина. Конечно, абсолютная истина. Вот лучи солнца это солнце или нет? Конечно, солнце. Оно представляется, предстает перед нами как через лучи. Таким же образом да, это высшая истина. Но она безличная. Вот эти люди устремляются туда. Они медитируют на брахман. Следующая часть это дьяна йога таким образом. То есть йога познания. Затем есть дьяна. Дьяна означает медитацию. Йоги медитируют на свое подлинное я. Что же это такое? Они знают, что я душа. Но помимо души существует в нашем сердце еще сверхдуша или параматма. Помимо атма, можете отметить, существует параматма или сверхдуша. Так вот, это сверхдуша или четырехрукное проявление Верховного Господа в нашем сердце представляет вечного спутника, который постоянно сопутствует нам в ходе нашего странства и в этом материальном мире. И он постоянно помогает каждому живому существу. Муравью он подскажет, куда повернуть, чтобы найти муравейник. Вору он подскажет, как хорошо подсмотреть, у кого не закрыта форточка. Великому ученому он подскажет, как сделать великое открытие. Великому музыканту поможет создать гениальную мелодию. Так каждому параматма или Верховный Господь в сердце помогает найти совершенство в той области, в которой эта душа склонна. Но мы слышим также о дьяна йоге, то есть йоге медитации. Йоги хотят созерцать Господа внутри своего сердца. Это называется ведах атмананда, то есть блаженство осознания собственного Я. Так вот карма йога, дьяна йога и дьяна йога, три йоги, которые предшествуют главной йоге, которая является бхакти. Бхакти или предное служение. То, что в Бхагавадгите подается как высший процесс. Так вот это бхакти, о котором мы говорим или предное служение, это путь живой души. Сейчас мы хватаем быка раз за руга. Внимание на схему. Это путь. Как отсюда нам отправиться в духовный мир? Очень-очень просто. Просто войдя в лифт. Сейчас у нас, если вы слышали каль-юга или век раздоров и лицемерия, в этот век раздоров и лицемерия все предыдущие йоги очень-очень затруднены и практически не предназначены для этой эпохи. Карма йога, окей, мы можем применить. Деятельность мы можем просветить Всевышнему. Дьяна йога очень-очень требует больших аскез. Нужно отречься от объектов чувств, сидеть в горах. Дьяна йога, медитативная йога тоже самое. Ты не можешь просто будучи в столичном городе ее практиковать. Нужно ехать в Гималайи, как правило. Нужна очень высокая концентрация и так далее. Некоторые практику. Некоторые, да. Но они, видать, с прошлых, как это называется, юг еще этим занимаются. Вот. И, наконец, бхакти. Вот такой вот бхакти. Бхакти йога означает йога предного служения и исходит из санскритского слова бхадж или поклоняться. Вот. Ну, тут мы можем немного испугаться. Ну, вот, опять нас заставляют поклоняться. Опять нас заставляют поклоняться. Это нас вынуждает испугаться. Ну, почему мы должны поклоняться кому-то? Это кажется противоестественным. Понимаете как? Иногда люди заходят или приезжают в Индию, заходят в наши храмы и там преданные там кланяются и так далее. Это отпугивает народ. Ну, что за религиозный фанатизм? Нет. Это научный процесс, господа. Абсолютно естественный для каждой живой души. Почему? Потому что вот это вот йога, то есть единение Ишвары и Дживы происходит через бхакти. Понимаете этот язык? То есть живой души и Верховного Господа происходит через преданное служение. И вот в этом и заключается, что Кришна Шаран Прабуха? Раса. В этом заключается раса. В этом заключается бхакти-раса или блаженство преданного служения. Как раз сегодня в Джайвадхаме, прекрасном произведении, я прочел несколько прекрасных строк о том, в чем различие между блаженством безличной медитации, йогической медитации и медитацией в бхакти. Когда человек медитирует на безличное, он знает, что это абсолют, но там нет личности. А если нет личности, то нет расы. Очень-очень просто. Поэтому это подобно одной лишь капле безграничного океана, причем которая как бы вышла на поверхность и она вот-вот высохнет. В этом нет расы. Затем атма-нанда или медитация на свое собственное я и на параматма или сверхдуша, которая пребывает рядом с твоим я, то есть с твоим индивидуальной душой. Это тоже лишено расы. Но бхакти означает бхакти-раса. Немножко понимаете язык терминов, нет? Садамарадж любит произносить термины, но у подготовленной аудитории я не боюсь говорить термины. Бхакти это трансцендентный язык. Бхакти или предное служение означает раса, то есть означает экстатические чувства. Вот об этом, друзья, мы сейчас подошли к одной точке очень важной. Вот об этом молчат мировые религии. Это совершенно определенно. Они говорят очень-очень-очень приблизительно об этом, если говорят. Они говорят намеками, полунамеками. Они держат это за семью печатями, если вообще у них есть представление об этом. Если ты задаешь лишние вопросы, говорят, не говори об этом. Или мы не можем сказать. Я хочу вас спросить, например, о душе. Один наш махарадж, мой старший коллега, учился в католической школе в Штатах. И когда ему было двенадцать, он задал вопрос преподавателю-священнику. Сказал, что такое душа? Он немножко задумался, как бы это объяснить лучше. И сказал, что душа – это то, что Бог дает человеку, чтобы он к нему пришел. Но мальчику было мало. Он сказал, извините, мне этого мало. Я не могу ограничиться этим. Поэтому, смотрите, сегодня мы услышали о душе уже гораздо-гораздо больше. Только то, что она очень маленькая. Это различные терминологии. То, что у христиан душа – это у нас душа. Аханкара и будги и манас. То, что они называют душой, у нас это целая совокупность. Мы говорим конкретно об атме. Атма – это двадцать пятый элемент. А то, что у нас атма, то у них дух. Самое главное то, что мы сегодня услышали, только то, что мы услышали пару минут назад. Раса. Индивидуальная душа, джива мы говорим. Предназначением индивидуальной души является раса. Вот это вот. Вот об этом молчат они. Предназначением души является раса. И раса – это вот этот самый мелоу, то есть вот эти вот полное трансцендентного блаженства, взаимоотношения, эти чувства, которые описаны в самых эзотерических частях вед очень-очень глубоко. А самое главное, что они осознанно великими трансценденталистами мудрецами. И прошлого, и настоящего, ведического настоящего. Поэтому, конечно, можно сказать, что это великая гора на расстоянии, скажем, там двух километров. Когда мы были в Ереване, мы видели Арарат, но на территории Турции туда невозможно проникнуть. Но все равно ты видишь, что это гора великая, ты видишь верхняя часть покрыта снегом, какие-то предгория покрыты лесами и так далее, и так далее. Но существует группа, которые поднимаются туда, которые едут в Турцию, поднимаются туда, и которые видят, что там растет, которые идут еще выше с гидом. Они видят, ага, где-то там есть водопад, а где-то там есть ручьи, а где-то там живут дикие олени, оказывается. А там еще можно очутиться в пещере, допустим, и так далее, и так далее. То есть все вот эти вот детали, которые представляют собой часть чего? Целой расы, то есть видов взаимоотношений с данной горой, которая священная гора, допустим. Поэтому что я хочу сказать? Что существуют различные уровни богопознания, но что касается расы, вот это вот абсолютный, как сказать, приоритет в ведической мысли, в ведической литературе, в ведическом откровении. Вот, собственно, то, что мы нащупали сегодня. Сейчас будет очень плавный переход в следующую часть, которая пройдет через перерыв в виде совместной медитации. Так вот, мы говорили о джире, которая живет в материальном мире, и через процесс бхакти она может очень-очень быстро очутиться в трансцендентной атмосфере. В Кали-югу нету нового пути. Сейчас я процитирую один известный многим из вас стих. Харирнам, три-четыре. Харирнама, харирнама, харирнам, айвакейвалам, халонастива, настива, настива, гатира, нет. В этом стихе из Упанишат. Тройное утверждение дано два раза. В этот век Кали нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, повторено три раза. Как воспевание святого имени, воспевание святого имени, воспевание святого имени, воспевание святого имени, повторено три раза. В ведической традиции, если что-то повторено три раза, значит аксиома. Поэтому в ведических школах учащиеся повторяют три раза за учителем. Так же и в этом стихе. Сейчас Кали-юга, она наступила 5000 лет назад и будет длиться еще 427 тысяч. Такова ведическая космология, ведические цифры. И поэтому в этот век, который сравнивается с железным, то есть веком железа, век Кали. Кали – это богиня ужасающая, иначе ее называют дурга, которая побуждает очень многих гоняться по материальному, отождествлять себя с телом. Нет иного пути, как воспевание имени Ишвара, Верховного Господа. В Харинаму или в Святое Имя в этот век Кали Ишвара или Верховный Господь вложил все свои энергии абсолютно. Как Святое Таня сказал, Ты вложил в свое имя все свои энергии, но я настолько неудачлив, что у меня нет влечения к ним. Почему? Потому что, конечно, нас окутывает майя со всех сторон. Конечно, она, как Кришна Шаран Прабу сегодня хорошо сказал, провоцирует нас немедленно. Как только ты становишься на духовный путь, как говорят христиане, сатана тут как тут, начинает тебя провоцировать, начинает тебя говорить о преимуществах альтернативных путей. Посмотри сюда, посмотри сюда, а давай вспомним прошлое и так далее, и так далее. Подходит с различными предложениями, подкидывает различные объекты. Вот что я хочу сказать.